Пятая дорожка плывет Ефросинин, заплыв 100 метров брасом на Паралимпийских играх в Токио. Сперек секунд наш Егор замыкает тройку лидеров. Видно, что золото достанется колумбийцу. Борьба идет за серебро. В схватке с австралийцем медаль достается российскому спортсмену Избийска. Первое место было, конечно, очень тяжело занять. Нужно работать и над техникой, и над скоростью, и силы больше себе добавлять. У меня результат один стоял три года. Я не мог с 1.20 выйти из этого времени три года. И в какой-то момент я просто поменял технику и улучшил сразу же 4 секунды. После старта спортсмены и их наставники ищут что-то новое для улучшения результатов. В этом сезоне тренер Елена Соколова делает упор на силу и выносливость. К сожалению, сейчас она болеет, но программа тренировок составлена. Спортсмены ежедневно проводят один час в спортзале и два на воде. Я этим ребятам верю полностью. Я в них верю. Первая спортсменка, которая выезжала на Паралимпийские игры, это была Ирина Калмогорова. Она является чемпионкой мира, чемпионкой Европы. В настоящее время она живет в городе Бийске. И у нее дочка замечательная, которая также занимается спортом. Эти парни последними не станут. Сегодня в группе, где у каждого нарушения опорно-двигательной системы занимается 30 человек. В ком-то уже видят будущего чемпиона. Хотя в начале пути родители просто мечтают укрепить здоровье ребенка. Некоторые приходят в бассейн, чтобы научиться ходить, а уж потом плавать. А еще чемпионат России, где бийчане рассчитывают на победу. К слову, у медали такого уровня есть своя денежная сторона. За победу в Токио Министерство спорта выделило 15 миллионов. Сейчас в планах улучшить бассейн и купить итальянские тренажеры. Но парни надеются, что и спортсменов станет больше. Сегодня в крае более 300 детей с пода. Анастасия Наборщикова, Дмитрий Дороздов, Алексей Фризин. День с толком.